Всем привет! Давайте сегодня приготовим вкусный и нежный закусочный тортик. Несладкий закусочный торт прекрасная альтернатива классическим закускам. Одно блюдо сразу решает несколько задач. Это красивое оформление и вкусная небанальная закуска. Так давайте же сегодня вместе со мной ее приготовим. Все ингредиенты и количество пропишу под видео. Заходите, смотрите и конечно же готовьте. А кому интересен рецепт приготовления, оставайтесь вместе со мной. Беру репчатый лук, чищу мой и разрезаю на несколько кусочков. Отправляю репчатый лук в блендер, слегка его измельчаю. Беру сайру, удаляю крупные кости и отправляю в блендер к луку. Все хорошо прокручиваю. Готовую начинку выкладываю в салатник. Далее морковь натираю на мелкую терку. Морковь я предварительно отваривала. Яйца также натираю на мелкой терке. И сыр. Сыр я предпочитаю для приготовления тортика брать колбасный. Натираю на крупной терке. Нарезаю мелко зелень, укроп, петрушку и зеленый лук. Беру вафельные коржи. На плоскую поверхность кладу корж и слегка его смазываю майонезом. Мне удобнее смазывать майонезом при помощи силиконовой кисточки. Далее распределяю начинку. Это у меня рыбная начинка. Слегка посыпаю черным молотым перцем и посыпаю мелко резной зеленью. Далее накрываю следующим коржом. Придавливаю слегка корж и смазываю майонезом. Морковь посыпаю мелко резной зеленью и прикрываю следующим коржом. Корж слегка придавливаю и смазываю мейонезом. Следующий корж я буду посыпать тертыми яйцами. А далее слой у меня будет рыбный. Опять прикрываю коржом. Смазываю майонезом и следующим слоем сделаю яйца. Прикрываю коржом. Верхний корж смазываю майонезом. Далее беру сыр. Сыр я потерла на крупной терке. Добавляю сюда майонез и сверху распределяю сыр. Сыр я добавляю побольше. Сверху посыпаю все мелко резной зеленью укропа, петрушки, зеленого лука. Украшаю яйцом и всю эту красоту отправляю в холодильник на 2-3 часа, чтобы тортик хорошо настоялся, пропитался и стал очень-очень мягким и нежным. Итак, прошло у меня 3 часа. Тортик стал мягким, вкусным, нежным. Я его нарезаю на порционные кусочки и буду подавать к столу. Приготовьте такой торт и порадуйте всех своих домочадцев. Если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. А также смотрите мои другие видео, оставляйте свои рекомендации и, конечно же, пишите свои комментарии. Заходите в группы и подписывайтесь на мой основной канал. А вам всем скажу, чем больше вас, тем интереснее готовить для вас. Готовьте, экспериментируйте на своей кухне и все у вас получится. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok